К нам в школу пришел инструктор райкома комсомола. Собрал ребят, предложил, кто пожелает, написать заявление о добровольном вступлении в Красную армию. Заявление о вхождении в ряды советских войск в 1941-м написали все мальчишки в классе, вспоминает Юрий Парфеневич Двойкин. Новобранцев отправили обучаться. Шесть месяцев вчерашние школьники постигали снайперское дело. Подходит ко мне в это время командир роты и говорит, тебя вызывает начальник политотдела, иди. Назначаем тебя на офицерскую должность комсоргом 1-го батальона. Первый эшелон ушел на фронт без солдата Двойкина. Вы знаете, очень опечалило меня это сообщение. Было 11 человек нас. Разлучают меня с этим коллективом. Следующие полгода Юрий Двойкин готовил новобранцев к отправке на фронт. Был инструктором по огневой подготовке. Наконец, пришло его время. В середине 1944 года отправился во Львов бороться с националистическим подпольем. Мы мало знали что-то о бандеринцах в то время. Они учинили охоту. В течение двух дней расстреляли более 5000 человек. Бандеринцы, говорят, почувствовали себя хозяинами во Львове, на Украине. От националистов защищали всю Львовскую область. Их ловили в лесах, заброшенных хуторах, вспоминает Юрий Парфеневич. Во время войны от рук бандеровцев погибло 50 тысяч военнослужащих и 60 тысяч гражданских. Когда в феврале прошлого года Верховный Главнокомандующий объявил о начале специальной военной операции, рассказывает Юрий Парфеневич, он невольно сравнил эти события с Великой Отечественной войной. Тот же враг – националист на той же территории. Сейчас более страшные зверства, я считаю, происходят. А сейчас ведь расстреливают они безвинных людей. Солдатам Красной Армии бороться с врагом помогала поддержка и сплоченность всего многонационального советского народа. Не было такой семьи в Советском Союзе, которая бы не приняла, не сделала свой вклад, понимаете, в дело победы. Ушли на фронт многие из семей. Кто остался в тылу, трудились, создавали все условия для победы Красной Армии на фронте. Трудились самоотверженно. Единство миллионов людей поможет нашим солдатам и сегодня, уверен Юрий Парфеневич. Россия, как и Советский Союз, тогда, в 1945-м, восстановит справедливость. Верен. Уверен, что мы победим. Уверен.